Привет, друзья! Сегодня я буду варить шампунь для волос. Для того, чтобы сделать шампунь, мне понадобится английская основа для шампуня, водорастворимое масло зародышей пшеницы, инулин био, рекомендует ароматизировать шампуни и бальзамы эфирными маслами или блендами. Бленд это смесь эфирных масел. Но я сегодня хочу все-таки взять отдушку. Возьму отдушку США Инопланетная Принцесса. Классно пахнет запах, хочу вот такой шампунь. Также в шампунь можно добавить, например, перламутр, жемчужный или какой-либо другой, для того, чтобы придать оттенок или сияние. Мне еще понадобится флакон на 100 мл, вот такая класснючая наклейка, стаканчик, весы, палочка и вот такой вот лопаточка-шпателек. Все сегодняшние товары я приобрела в интернет-магазине EasySoup. Ссылочку на магазин я оставлю в описании под этим видео. Для начала переливаем шампунь в емкость. По сути, этой основой уже можно брать и пользоваться. Сама основа уже снабжена всем, чем надо. Но я хочу ее еще больше витаминизировать и добавить сюда запах. Тяжело, конечно, все сливать и мы много-много потеряем, потому что методом вот этого переливания сначала сюда, а потом еще на флакончик. Ну, деваться некуда. Я пока перелью, там оно густое, а потом к вам вернусь. Inulin Bio придает блеск и гладкость волосам, а также облегчает расчесывание. Вводят его 1-2%. Я введу 2%, инулин вводится в водную фазу, поэтому я отмерила совсем немножко, тут буквально 5 грамм кипяченой воды, обычной воды. У меня 100 грамм основы для шампуня. 2% буду вводить, поэтому беру 2 грамма. Вот, ровно 2 грамма. И размешиваю его с водой. Жидкость целомутная, но она сейчас станет прозрачной, буквально через минуту. Мой шампунь прозрачный, я хочу сделать его перламутровым, поэтому я сразу же в эту воду с инулином добавляю перламутр. Этого можно не делать, а можно добавить пигмент. Но мне вот хочется такой перламутровый шампунь. Все хорошо перемешиваю. Вот такое все растворилось. Ставлю свою шампуньку на весы, выливаю инулин, обнуляю тару. Теперь я буду вводить водорастворимое масло, зародыши и пшеницы. Такое масло предотвращает сечение кончиков, восстанавливает луковицы и структуру волос. Вода растворимого масла в шампуневую основу 2-7%. Я возьму 5, значит 5 грамм. Осталось все хорошо перемешать. Кстати, вот именно перламутр и лежит цвет, хорошо позволяет увидеть, как мы перемешиваем наши масла или другие добавки. Потому что основа самоплотная. Ароматизируем шампунь. У меня инопланетная принцесса от Душка США. 20 капель. И все тщательно вымешиваем. Открываем подготовленный флакончик и переливаем сюда шампунь. Нам осталось украсить бутылочку красивой наклейкой. Я считаю, что такие вещи, как шампунь, бальзам или же какое-то уходовое мыльце без наклейки, это как, если вы сделаете себе маникюр, не накрасите ногти лаком. То есть это как необходимость. Наклеечка вырубная. И на сайте Изисоп было несколько видов наклейки шампунь. Я выбрала вот такую. Но ссылочка останется под видео. Посмотрите, какие еще есть другие. Может быть, вам другие больше приглянутся. На прозрачной пленке врубная наклеечка. Красота! И вот такой шампунь у меня получился. В следующем видео сделаем кондиционер для волос. Спасибо за просмотр!